Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я Сафарова Монова-Пардаевна. Тема нашей лекции – кардиомиопатия. Кардиомиопатия определяется как гетерогенная группа заболеваний миокарда, ассоциированных с механической или электрической дисфункцией, обычно сопровождающейся гипертрофией миокарда или дилатацией камер сердца и развивающихся вследствие различных причин, но чаще имеющих генетическую природу. Кардиомиопатия делится на первичные и вторичные. Первичные – это генетические, смешанные, приобретенные. Патологический процесс ограничивается поражением сердца. Вторичные – поражение сердца является частью генерализованного и системного заболевания. Морфофункциональные особенности кардиомиопатии Дилатационная кардиомиопатия – застойная. Увеличение обоих желудочков всех систолических дисфункций. Гипертрофическая – выражение гипертрофии различных отделов миокарда желудочков. И рестриктивная – нарушение диастолических функций желудочков, изменение характера их заполнения кровью во время диастолы. На этом слайде вы видите нормальную и кардиомиопатию. Первичная гипертрофическая кардиомиопатия Впервые описана Френчем и Германцем, встречаемость до 0,2%, гипертрофия и отсутствие дилатации левого желудочка, встречается в семене и спорадической форме. Гипертрофическая кардиомиопатия – это генетически обусловленная болезнь саркомера. Выраженность гипертрофии, обусловленной мутацией, зависит от генов, модификаторов и факторов среди. Семейная кардиомиопатия Впервые описана в 1989 году, отмечается у 50% больных, наследуется по аутосомно-доминантному типу. Только 50% потомков больных наследует мутантный ген. Клинические проявления чаши появляются в подростковом периоде. Выявлено 5 различных кандидатных генов в 4-м хромосоме. Локализация гипертрофии миокарда при гипертрофической кардиомиопатии Гипертрофическая кардиомиопатия бывает абструктивным и необструктивным. Абструктивный – это идиопатический, гипертрофический, субавортальный стеноз. Бывает с постоянной абструкцией и с транзиторной абструкцией. Патофизиология Систолическая дисфункция характеризуется динамический градиент давления, выносящий тракт левого желудочка. Сократимость миокарда обычно не нарушена. Диастолическая дисфункция Снижение податливости миокарда. Диастолическая дисфункция Повышение давления заполнения. В тяжелых случаях наполнение левого желудочка нарушено по рестриктивному типу. Ишемия миокарда. Увеличение массы миокарда. Повышение давления заполнения. Повышение потребностей миокарда в кислороде. Снижение коронарного резерва. Уменьшение плотности капилляров. Аномалии интрамуральных коронарных артерий. И систолическая компрессия коронарных артерий. Клинические проявления. Бессимптомная находка при эхокардиографии. Симптомы. Однишка у 90% больных. Синокардия у 75% больных. Часто в отсутствии ИБС. Утомляемость. Сердебиение. Головокружение. Обморочные и предобморочные состояния. Симптомы застойной сердечной недостаточности. Первым проявлением гипертрофической кардиомиепатии может быть внезапная смерть. Часто при интенсивной физической нагрузке у молодых людей, занимающихся спортом. Данные физикальные исследования при абструктивной гипертрофической кардиомиепатии. Электрокардиографическое изображение гипертрофической кардиомиепатии. Эхокардиографический признак тоже при гипертрофической кардиомиепатии. Основные варианты течения гипертрофической кардиомепатии. Стабильное доброкачественное течение, внезапная смерть, развитие фибрилляции предсердий и связанных с неосложнением, в том числе и в тромбоэмболических, прогрессирующие течения усиления одежды, слабости болевого синдрома, появление синкопальных состояний, развитие сократительной дисфункции левого желудочка, застойность сердечной недостаточности. Конечная стадия – это дальнейшее прогрессирование застойной сердечной недостаточности, дилетационная фаза гипертрофической кардиомепатии у ритомальных. Факторы высокого риска внезапной смерти. Это возраст старше 14 лет, синкопальное состояние, желудочковая аритмия, выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка, указания на гипертрофическую кардиомепатию и внезапную смерть в семейном анамнезе, недостаточный подъем артериального давления при нагрузке, пароксизмальная желудочковая тахикардия, трех и более комплексов с частотой 121 минут и более, продолжительностью не менее 30 секунд. Профилактика внезапной смерти у больных с гипертрофической кардиомепатией. Лечение рекомендуется аммиандарон и антикоагулянты, имплантация кардиовертеродефибриллятора в сочетании с аммиандароном, имплантация электрокардиостимулятора и радиочастотная абляция. Лечение медикаментозное, бета-блокаторы, антагонисты кальция, дизопирамид, аммиандарон, саталол, имплантация электрокардиостимулятора, миоэктомия. Аппликация передней створки метрального клапана, протезирование метрального клапана, инфортирование межжелудочковой перегородки путем введения спирта в переднюю межжелудочковую артерию, профилактика инфекционного эндокардита. Рекомендуется двухкамерная электрокардиостимуляция. Она будет действовать положительное влияние на заполнение левого желудочка и повышение сердечного вибриса. Дилатационная кардиомиопатия. Это заболевание миокарда, проявляющееся дилатацией и систолической дисфункцией левого желудочка. Структурные нарушения. Увеличение массы сердца и его размеров, дилатация желудочков, нормальная толщина или истончение стенок сердца, интерсициальный фиброз, фокалные некрозы и кардиомиоцитов, увеличение числа интерсициальных телеимфоцитов и макрофагов. Итеология дилатационной кардиомиопатии. Ролл инфекции энтеровируса. Престирование вирусной РНК в миокарде. Наличие молекулярной мимикрии между вирусом и транслокатором. Ролл наследственности. Семейный характер заболевания у 20% больных. У 70% больных обнаруживается диспропорция содержания антигена ХЛА, часто при различных миокардиодистрофиях. Алкогольное поражение миокарда. Злоупотребление алкоголем более 40 г этанола у женщин, более 80 г этанола у мужчин в течение 5 лет. Предполагаемые кофакторы. Это тяжелые металли, мещак, кобальт, кардиотропные вирусы, лекарства, мед, дефицит селена, дефицит амина. Клинические проявления дилатационной кардиомиопатии. Пик заболеваемости в среднем возрасте. Представители черной расы болеют в 2 раза чаще, чем представители белой расы. Мужчины болеют в 3 раза чаще, чем женщины. Степень выраженности симптомов в дебюте заболевания различна. Ведущие клинические признаки. Симптомы сердечной недостаточности. Гипотензия, тахикардия, тахипноя, набухание шейных вен, положительный яремный венный пульс. Признаки тромбоэмболических осложнений и аритмии. Комплекс обследования пациента с дилатационной кардиомиопатии. Это рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, мониторинг ЭКГ по холдеру, эхокардиография, изотопная вентрикулография, коронароангиография. На этом рентгенограмме вы видите корбовину при дилатационной кардиомиопатии. Эхокардиографическое изображение дилатационной кардиомиопатии. Лечение ДКМП Ограничение физической активности, низкосолевая диета, ограничение потребления жидкости. Медикамидозная терапия ингибиторы АПФ, диуретики, бета-блокаторы, корвидилол, метапролол, бисапролол, антагонисты рецепторов к ангиотензину-2, спиронолактон, непрямие антикоагулянты. Профилактика фатальных нарушений ритма Это амидарон, имплантация автоматического кардиовертера-дефибриллятора. Следующий вид – это реструктивная кардиомиопатия. Оно характеризуется развитием ригидности стенок желудочков. Обычно поражены оба желудочка. Размеры полостей нормальные или существенные уменьшения вследствие эндомиокардиального фиброза. Толщина стенок значительно или умеренно увеличена. Пристеночный тромбоз может вызвать еще большее уменьшение полостей желудочков. Перикард, как правило, не изменен. Систолическая функция на начальных стадиях сохранена. Вследствие снижения податливости желудочков, значительно увеличивается диастолическое давление в правом желудочке и в левом желудочке. Диастолическая функция желудочков нарушена по рестриктивному типу. Часто возникает гликостная гипертензия. Клинические проявления. Симптомы право- и лево-желудочковой и сердечной недостаточности. Положительный югулярный венный пульс. Эхокардиографические нарушения, как трансметрального от кровотока с проблоданием ранее диастолического заполнения и увеличением давления в левом предсердии. Классификация рестриктивных кардиомиопатий. Оно делится миокардиального и эндомиокардиального. Лечение рестриктивной кардиомиопатии. Толкосимптоматические. Все препараты должны назначаться с особой осторожностью. Диуретики при большом давлении заполнения левого желудочка. Вазодилататоры для снижения давления заполнения. Хальсиви-блокаторы для улучшения диастолической функции. Дигитализм и другие однотрубные агенты не показаны. В последнем рекомендована пересадка сердца. Спасибо за внимание!